Это кадры из фильма «Транссибирские амазонки». Он о женщинах-челноках, которые перевозят товары из Китая в Центральную Азию. Кадры наполнены ностальгией этих женщин. Они упоминают об их тяжелом физическом труде. Автор этого видеоарта Мурадбек Джумалиев. Хотел он по образованию скульптор. Сейчас он работает с видеокамерой и компьютером. Конечно, есть проблема, может быть, еще понимания этого нового средства выражения, поскольку видеоарта относительно новая медиа, новый язык в искусстве. И, конечно, иногда даже сами художники, может быть, не совсем адекватно относятся к этому средству выражения. В гостях у Мурадбека собираются различные деятели искусства и обсуждают новые тренды. Вид Хавранок – известный куратор из Чехии. Он приехал делиться своим опытом с коллегами из Кыргызстана. Все они кураторы и разрабатывает концепции по проведению выставок. Видео-арт не так просто понять. Он делится на несколько жанров. Мурадбек работает в сфере документального видеоарта, однако у каждого художника свой подход. Этот фильм художники Мурадбек и его жена отсняли случайно, ожидая несколькочасовой очередь к парому на озере Байкал. Поэтому ритм фильма получился медленным. Это своеобразная критика общества, в результате которой возник метафоричный смысл – ухода в светлое будущее, сказала нам жена Мурадбека Гульнара Космалиева. Она же соавтор этого произведения. Может быть, не в лучшем свете показываем Кыргызстан, но мы, скажем, не туристическое бюро, которое показывает красоты. Мы пытаемся, наоборот, сочувствуем, возможно, сопереживаем тем людям и эту боль просто показываем, чтобы это можно было бы как-то изменить, что ли, или как-то так, наверное. В наше время совершенно неадекватные отношения как к культуре, так и к искусству, особенно, конечно, к современному искусству, потому что официального отношения к современному искусству не существует, и современное искусство, в общем-то, и не замечается. В мире много тенденций, в области современного искусства. Эвид Хавранек показывает новинки. Это один из немногих способов для кыргызстанцев знакомиться с работами, представленными на выставках мировой арены. Мурадбек – исключение. Работы его и его жены были представлены в Нью-Йорке и Чикаго. В Кыргызстане нет крупных выставок, а мировые центры видеоарта далеки. Я думаю, единственный путь для художников здесь – это самообразование, в первую очередь, потому что никакие институции у нас здесь не предлагают никакого образования в этой области. Либо образование где-то там на Западе, может быть. И, конечно, коммуникация, непрерывная коммуникация между собой и, может быть, международными экспертами, международными художниками. Именно поэтому Мурадбек Джумалиев осенью приглашает двух художников из Нью-Йорка, которые делают видеоарт в публичном пространстве. В октябре намечается выставка их работ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!